Разминка, ведение мяча, отработка игровых схем. В тренировке важна каждая составляющая. Под чутким руководством тренера, воспитанница Солигорской районной детско-юношеской спортивной школы по игровым видам спорта «Шахтёр», уже который год совершенствуется в баскетболе, отрабатывая как сложные приёмы, так и простые, но важные основы. О том, что большие победы и начинаются с маленьких шагов, к синей тычине хорошо известно. Ещё пять лет назад полюбившийся вид спорта девушка осваивала с трудом. Сегодня же опытный защитник имеет первый взрослый разряд по баскетболу. «Самое сложное – это было попасть в кольцо, потому что я была низкая, и у меня мячик был большой, и я его еле-еле держала в руках, и самое главное – мне надо было попасть в кольцо. А потом преодолела себя, и страх как бы потеряла уже. И всё начало получаться со временем. Самые яркие впечатления – когда забрасываю мяч радости, плюс два очка». Результатом постоянных усердных тренировок команды стали многочисленные награды различного уровня. Среди последних – призовые места в республиканском чемпионате детско-юношеской баскетбольной лиги среди девушек в первенстве Республики Беларусь по баскетболу в международном турнире памяти Кисельмана. Немалую роль в сегодняшних успехах, говорят юные спортсменки, сыграли наставление и поддержка тренера. С ними нужно где-то мягко, где-то строго, где-то жестко. То есть получается так, что тренер-психолог, и нужно во время даже тренировки все свои качества, все свои умения, навыки за один час, за полтора – всё это бывает нужно и применить. Результат моей работы я вижу на соревнованиях, когда они получают первые, вторые, третьи места и радуются вместе со мной своим медалям, то это, конечно, огромного стоит. У своих подопечных Татьяна Мартынчик всегда была хорошим примером. Самое главное для меня, как я считаю, что, наверное, любить просто детей, любить свою профессию, свой вид спорта. И тогда и дети начинают им увлекаться, они захватывают мою волну, то, что я люблю профессию, люблю этот вид спорта, и они вместе со мной, точно так же влюбляются в баскетбол. Сейчас девушки тренируются с удвоенным энтузиазмом, ведь уже в июне солигарчанки отправятся в город Червень, где будут представлять Минскую область на республиканской спартакиаде среди школьников. Сплоченная команда настроена на победу. Вдохновляет и то, что юных чемпионок тренирует лучший тренер-преподаватель в районе. По итогам минувшего года Татьяна Мартынчик была признана одним из лучших работников в социальной сфере, а имя профессионала своего дела было занесено на районную доску почета. Эмоции, конечно, волнение. Потом я поделилась, конечно же, с детьми. Они тоже такие, ой, наш тренер будет висеть на доске. Собрались, сами с собой договорились, меня не предупредили. И тихо-тихо, чтобы я не узнала, все прибежали на награждение. Одели красивую форму, и я была так удивлена и растрогана. Субтитры создавал DimaTorzok